Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами салат Тиффани, который я приготовила сама. Рецепт вы можете найти на моем кулинарном канале iCook. Ссылка будет в инфобоксе, переходите, вы тоже готовьте. Здесь, конечно, огромная просто порция, точнее, это даже не порция. Я сразу говорю, что я, скорее всего, все съесть не смогу. Не то, что скорее всего. Это нереально. Поэтому я начинаю пробовать. Давайте отсюда. Все валится. Или давайте с середины, я просто не знаю, откуда начинать. Чай прям совсем на краешке. И давайте приступим. Вкусно. Правда, его не так едят. Его разрезают. Сочетание просто продуктов идеальное. И интересно смотрится, подойдет к праздничному столу. Вкусно. А pairing. сегодня у меня очень-очень насыщенный день сейчас буквально я должна снять видео и пойти с фати гулять пофоткаемся еще мне нужно сходить в банк в общем дел у меня очень много изначально если честно я снимать это видео вообще не собиралась хотела просто покушать потом я подумал почему бы не снять видео такой интересный красивый салат тем более время у меня есть то есть я не опаздываю еще свою подписчица должна сегодня встретиться я в своем инстаграме периодически устраиваю какие-то конкурсы вот мне надо ей отдать бижутерию он очень калорийный салат еще сегодня буду отвечать на ваши вопросы кстати у меня появилась такая идея то есть когда я в инстаграме провожу прямой эфир не просто сидеть и болтать а еще и кушать устраивать такие стримы как вы думаете будет ли это интересно я думаю не обязательно прям много есть можно куда чаепитие устраивать каждый раз когда сажусь кушать включая прямой эфир до салат я приготовила вчера сегодня он уже пропитался прошлый раз когда вот мы готовили мы как приготовили сразу его разрезали начали кушать а сейчас я понимаю что лучше когда он немножко пропитается мы сейчас просто идеально я слегка пришла в себя теперь начинаем отвечать на ваши вопросы которые вы мне задавали в моем инстаграме первый вопрос твоя лучшая и худшая черта характера мне кажется худшая черта моего характера это то что я иногда бываю сверх эмоциональная и на эмоциях могу сказать какую-то хрень потом мне будет стыдно за эту хрень потом я очень доверчива это тоже мне кажется мой минус а плюсы я не знаю мне кажется плюсов должен выглядеть кто-то другой когда человек сам себя хвалит как-то глупо выглядит у меня была подруга которая вечно себя хвалила вечно вот кто-то что-то рассказывает она начинает себя хвалить 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 я один раз сказала что блин это очень тупо смотрится человека должны хвалить окружающие они сам человек себя и тогда она мне сказала что она хвалит себя просто потому что ей мама сказала что как ты о себе будешь говорить так и будут думать все о тебе поэтому она постоянно хвалит себя я просто сказал как человек со стороны что это смотрится очень глупо и тупо а что касается моих плюсов я считаю что я искренний например человек я не могу изображать из себя что-то вот я замечаю у девочек часто такое бывает да особенно работе у себя то есть люди изображают что например они дружат друг с дружкой а за спиной начинают обсирать такое я ненавижу таких людей не уважаю если человек говорит что я дружу с этой девочкой а потом приходит к нам и рассказывает момент из ее личной жизни что она мечтает выйти замуж что и не сидится на месте и так далее ненавижу двуличие вообще в людях к счастью у меня таких друзей нету двуличных если бы у тебя был бы выбор между инстаграмом и ютубом какую соцсеть ты бы выбрала мне кажется выбор очевиден моем случае без инстаграм я проживу просто легко но не прям так легко но сложнее мне будет без ютуба потому что я очень люблю youtube я очень много времени провожу в youtube я элементарно не знаю кушаю включая какого-нибудь мукбанкера я убираюсь включая какой-то влог какую-то мотивашку я не вспомню когда последний раз включала телевизор то есть вообще не смотрю мне все через ноутбук мне так удобно не охота запаливаться двигаемся дальше как относишься к свободным отношениям интересный вопрос на эту тему мне кажется можно порассуждать мне кажется смысл свободных отношений я считаю что это полнейший бред если ты встречаешься с парнем а встречается с другими девушками и вы просто это называете у нас свободное отношение то есть я это так понимаю если нету ревности если нету верности какой смысл вообще быть вместе меня не доходит просто это мне кажется какое-то взаимное использование просто я считаю что в отношениях обязательно должна быть ревность если ее нету то можно ставить под сомнение эти отношения я никогда не пойму это мне это чуждо на самом деле то есть еще я могу понять не знаю людей нетрадиционной ориентации то есть это как-то понять можно например мне нравятся парни им нравятся девушки ну окей понятно а когда два человека вместе и при этом при всем они могут делать все что они хотят с другими людьми какой смысл вообще этих отношений это бред или например в арабских эмиратах один муж три жены это тоже для меня очень дико секунд вот дело менталитета мы привыкли видеть по-другому наших родителей и и так далее но я думаю что дело не в этом есть какие-то не знаю устои то есть я не понимаю женщин которые выходят замуж за мужчину который уже есть две жены весь она его не ревнует какой смысл им быть вместе но опять же у всех свое мнение на этот счет вот вам не видно смотрите сколько я уже села как повернуть это испытывала ли ты искренне стыд за фатью никогда не было такого что мне за нее было стыдно далее если по каким-то обстоятельствам ты бы не могла родить ты бы взяла бы ребенка из детского дома конечно же да даже если я могла бы родить я считаю что можно взять ребенка из детского дома как-то осчастливить его дать ему семью то есть мне кажется это очень благородно многие мне пишут по поводу веры что вот ты не делаешь намаз и так далее мне кажется намного важнее в жизни быть хорошим человеком кому-то помогать например не сказать что я прямо наелась но просто сам факт того что я это все съесть не смогу я не буду стараться дальше и я опаздываю на самом деле вот фать уже пишет что делаешь пиши снимаю видео фатимочка я уже опаздываю мне пора уже одеваться поэтому на этом мы с вами будем закругляться я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал может быть для вас эта мелочь для меня безумно приятно я вас всех очень сильно люблю всем пока пока